Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам только о главном. 1 января 2014 года железнодорожные перевозки подорожают на 7%. Почему молодые спортсмены занимаются на тренажерах и без одежды, узнавал Николай Кровец. Теперь решать многочисленные проблемы с незаконной проверкой предприятий малого и среднего бизнеса будет проще. Республиканские информационные порталы в один голос заявили, с 1 января 2014 года в целях снижения убыточности пассажирские железнодорожные перевозки подорожают на 7%. Однако эту информацию опровергают работники железнодорожных станций. Действительно ли неприятный новогодний сюрприз готовят пассажирские перевозки, узнавал наш корреспондент. Уже три года Надежда Ванина собирает деньги для того, чтобы поехать на кладбище к родителям в город Фрунзе. При пенсии в 28 тысяч тенге пожилая женщина не может позволить себе дорогостоящий билет. Как только Надежда Ванина узнала о возможном повышении цен, на ее глазах навернули слезы. Такой несправедливости женщина не ожидала. Что совсем с ума посходили? И так уже не знаешь, как сжимать свои желудки. А вы еще это самое, поехать на кладбище к родителям до Фрунзе. Не доедешь ведь? Ну вы посмотрите, какая стоимость. Разве можно? В сообщениях республиканских информационных агентств разъясняется, происходит повышение стоимости экипировки твердым топливом. Водой на 7%, услуг вокзального хозяйства в среднем на 13%, а также стоимости капитального ремонта вагонов в среднем на 48%. Мы узнали у карагандинцев, как они относятся к повышению цен. Я вам скажу, что это очень нам нравится, конечно. И так недешево. Ну, конечно, плохо. Зарплату-то не повышают. Что мы можем сейчас сказать? Ну, тогда надо зарплату поднять. Как бы остальное, наверное, в два раза нужно. Если в два раза поднимается все. Почему? Ну, не знаю. Наверное, бензин подорожало. Из-за этого, наверное. Ну, это жизнь. Все нормально будет. 80 тенге на проезд на автобусе, да? Это вообще, я считаю, антисоциальный фактор. Студентам хотя бы оставили 50. И на поезде они же зимой ездят домой на каникулы. Однако, позвонив на железнодорожный вокзал Караганды, мы были крайне удивлены, услышав ответ. Официальных заявлений о подорожании и стоимости билета на проезд в поезде пока нет. И, возможно, шумиху подняли сами люди. Это полностью опровергает сообщения информационных агентств. Однако, кому и во что верить, решать только вам. Журналисты Первого Карагандинского будут держать вас в курсе событий. Теперь решать многочисленные проблемы с незаконной проверкой предприятий малого и среднего бизнеса будет проще. Сегодня в Астане подписали меморандум между Генеральной прокуратурой и Национальной палатой предпринимателей страны. Кто мешает бизнесменам работать, знает Николай Кровец. Сегодня прокуроры страны наблюдали за тем, как в режиме реального времени подписывали меморандум между двумя структурами. Этот важный документ в первую очередь послужит защитой прав и интересов всех предпринимателей, чтобы выявить и устранить нарушителей в сфере государственных закупок. Проблемы, конечно, и налоговложения, проблемы незаконных проверок. Когда на местах некоторые чиновники, пользуясь своим служимым положением, приходят с проверками, вынуждают предпринимателей, ставят их в такое положение и шантажируют. Проблем у предпринимателей скопилось действительно много и с этим надо бороться, считает представитель палаты предпринимателей Карагандинского региона. Бизнесмены уже приготовили свои жалобы в органы прокуратуры о том, как чиновники мешают работать представителям малого и среднего бизнеса. Совместный меморандум предусматривает собой выработка совместных мероприятий, в том числе на совершенствование законодательства, сокращение незаконных проверок. Полагаю, что данный меморандум позволит принять комплекс мер по защите прав предпринимателей. Со своей стороны органы прокуратуры будут принимать все меры, просмотренные законом на недопущение нарушения прав защиты свободы прав предпринимателей. Как на деле будет работать подписанный меморандум и смогут ли казахстанские бизнесмены вздохнуть спокойно, узнаем в ближайшее время. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Первый Карагандинский. В рамках дня индустриализации с участием главы государства Нурсултана Назарбаева прошел общенациональный телемост по презентации и запуску индустриальных объектов. От нашей области таким объектом стал домостроительный комбинат в городе Саране, включенный в карту индустриализации. Подробнее в следующем сюжете. Открытие нового комбината и запуск оборудования прошел с прямым участием лидера нации. Новый комбинат построен с нуля при государственной поддержке по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» с использованием самых передовых технологий. На оборудовании предприятия можно одновременно выпускать изделия для возведения жилья, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Помимо этого предусмотрено и производство плоских железобетонных изделий, такие как потолочные элементы, двойные и массивные стеновые панели из легкого бетона, трехслойные стеновые панели с утеплителем, а также фасадные элементы. Завод разделен на два цеха, на два производства. То есть производство крупных панелей – это заново возрождается в Казахстане с запуском нашего завода. То есть в советское время строили панельные дома, в период независимости дома перестали такие строить. Сейчас мы возрождаем заново, но уже в трансформированном в Европе виде. Работники комбината не нарадуются новым оборудованием. Им можно верить. Они уже, так сказать, сняли пробу. Дома будут крепкие, надежные и вечные, говорят сотрудники комбината. Бетон отличного качества, плита отличного качества, все будет. На предприятии создано 60 новых рабочих мест. В марте следующего года начнется выпуск стеныовых панелей с элементами энергосбережения. Выход на проектную мощность намечается на 2016 год. Амина Смакова, Габиден Гуржбеков, Бахтиар Аспанов, 1-й Карагандинский. Глава Карагандинской области на минувших выходных посетил Жизказганский регион. Во время рабочей поездки Баужан Абдишев проверил ход реализации местными органами власти, государственных и отраслевых программ. Аким области осмотрел села Малшибай и Талаб, а затем побывал на медипловильном заводе «Казахмыс Мелтинг» и ознакомился с производственным процессом, осмотрел готовую продукцию. Еще одним объектом посещения стала ТЭЦ «Казахмыс Энерджи». Здесь глава области ознакомился с ходом реконструкции турбоагрегата номер 4 и заслужил отчет руководства этого энергетического предприятия прохождения отопительного сезона на 2013-2014 года. Рабочая поездка продолжилась с осмотром села Кингир, посещением местного клуба и знакомством с его работой по организации досугожителей. Здесь же Боржан Абдишев ознакомился с ходом реализации проекта по созданию племенного центра промышленного птицеводства «Капитал Проджек ЛТД». Цель названного проекта – производство племенных яиц и суточных цыплят. Следующим пунктом Акима стал город Сатпаев. Здесь он посетил механический цех Гелесханово, где реализуется проект по производству роликовых опор для транспортерных лент. Конечным пунктом рабочей поездки стало совещание активов города Жасказгана и Сатпаева. Именно здесь глава Караганинской области поставил ряд конкретных задач по обеспечению плановых показателей и успешному завершению года. Обратить внимание приоритеты при распределении бюджетных средств. Реализовывать те проекты, которые сегодня реально необходимы для обрушения целого уровня жизни нашего населения. А в ресторанном комплексе «Олимпия» прошла традиционная президентская елка. Аким Караганинской области Боржан Абдишев от имени Нурсултана Назарбаева с большим удовольствием поздравил ребят и вручил им новогодние подарки. На праздники кружили вокруг зеленой елки 150 детей. На это мероприятие могли попасть лишь только ребята, отличившиеся в учебе, дети-сироты или оставшиеся без попечения родители и одаренные мальчики и девочки. Не обошлось и без участия на праздничном концерте главы государства, который в своем видеообращении высказал свои теплые пожелания маленьких граждан. Я верю, что все вы вырастите образованными и развитыми людьми, которые будут любить свою родину, республику Казахстан. Надеюсь, что эта елка и подарки для каждого из вас станут ярким, незабываемым событием вашей жизни. Я хочу пожелать вам в новом году здоровья и счастья, чтобы вы все хорошо учились, занимались спортом, посвящали кружки и секции, нашли для себя другие увлекательные и полезные занятия, которые позже пригодятся вам во взрослой жизни. Поздравить детишек с наступающим Новым годом приехал Аким Карагандинской области Балжан Абдишев. Он подарил каждому ребенку различные памятопрезенты, а это ноутбуки, коньки и книги. На прощание Балжан Абдишев обратился к ребятам с душевными пожеланиями. Все мы ждем от Нового года что-то новое, усекайте свои ваши желания, записки Дедушке Морозу, которую вы, наверное, писали, да? Я желаю, чтобы это все сбылось и у каждого из вас исполнились те желания, которые вы загадали на будущий год. Во время праздничной встречи дети пели, танцевали вместе с Дедушкой Морозом и сказочными персонажами. Они остались довольными от праздника, который организовал Акимат нашего города. Со словами благодарности ребятишки обратились к нашему президенту Нарсултану Назарбаеву. Уважаемый Нарсултан Айчев, огромное вам спасибо, что вы представили нам возможность попасть на таком печалом и сказочном районе, увидеть такую красивую елку. Будьте здоровы и счастливы, долгих вам лет! Анастасия Семенова, Оужас Габазов, Бахтияр, Спанов, Первый Карагандинский. На канале короткая реклама, увидимся позже. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Трэвел-мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Орион. Мы приносим радость в дом. Про главную елку Караганды не споешь, что она маленькая. На 15-метровой красавице, наконец, зажгли огни. Официально объявлено новогоднее настроение. Карагандинцы с удовольствием откликнулись на призы встречать Новый год. В Караганде установлено 12 новогодних елок, но только одна натуральная и самая высокая. И по статусу самая главная. На ее красоту и пышность было израсходовано около 300 сосенок, выращенных в местном питомнике. 25 Дедов Морозов и, естественно, 25 их внучек-снегурочек устроили предновогодний парад на радость молодым и старым. Новый год настает. Каскадная площадь полна весельем, гомоном и радостными возгласами совравшихся. Главный Айаза Та поздравил карагандинцев и зажег огни на главной елке шахтерской столицы. Я очень рад, что мне выпала такая почетная честь зажигать главную елку Караганды. Я хочу поздравить всех карагандинцев, всю карагандинскую область, да и вообще всех казахстанцев с Новым годом. Я очень рада, что меня пригласили зажигать елку. Это большая честь. Я хочу пожелать в этом году городу развиваться и процветать. Мне очень приятно было участвовать в зажигании городской елки. Всем желаю счастливого Нового года, всех самых лучших совершений и исполнения всех желаний. Большая концертная программа продолжила веселье на площади. Караганда готовится встречать Новый год. Главное действующее лицо новогодней ночи будет лошадь. Готовьте маски, костюмы или берите коней на прокат. А пока с наступающим Новым годом, карагандинцы! Сергей Высокосов, Габиден Курышбеков, Бахтияр Оспанов, Первый, Карагандинский. Пришла настоящая зима. Резкое похолодание дало последствия. Минувшие выходные честникам пришлось не сладко. Только за один день из-за замерзания дизельного топлива едва не погибли люди. В Шведском районе Карагандинской области произошли сразу две чрезвычайные ситуации. И все по причине замерзания дизельного топлива. В первом случае автобус, следовавший по маршруту Шымкент-Новосибирск. В транспорте находились 30 человек и один ребенок. Пострадавших нет. Во втором замерз и встал на дороге грузовой автомобиль. Здесь также нет пострадавших. Спасатели среагировали моментально. Быстро приехав на место происшествия, они своевременно оказали помощь. Помимо этих случаев были еще и другие, рассказывают сотрудники ЧАЭС. Также с наступлением зимы зарегистрировано несколько случаев пропажи людей. Также остановки транспорта в снежных заносах. Спасено около 200 человек с начала зимнего периода. К сожалению, есть и жертвы. Один человек в Шведском районе замерз на прошлой неделе. Сотрудники ЧАЭС еще раз призывают людей к соблюдению осторожности. Ни в коем случае не создавать панику и оставаться в машинах, а не искать помощи самостоятельно. Последствия таких отважных вылазок могут быть непоправимыми. Амина Смагова, Сергей Высокосов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинцев. Детский магазин «Играйка» поздравил своих маленьких покупателей с наступающим Новым годом. Для маленьких жителей шахтерской столицы была организована праздничная программа. В ходе представлений около 10 сказочных персонажей веселили ребятню. Конкурсы и игры радовали малышей. И, конечно же, подарки, которые получили все. В этом году для детей была подготовлена новая программа. В представлении было задействовано около 10 персонажей. Как и положено, на новогоднем празднике присутствовали Дед Мороз и Снегурочка. Всего в праздничной программе приняли участие более 50 маленьких жителей из шахтерской столицы. Поздравить детский магазин «Играйка» с предстоящим праздником решила я и Жан Мукашева. Постоянный клиент детского мира здесь с двухлетним сыном. Вот в магазин «Играйка» большой успех и, конечно, здоровье, счастье. Мы всегда здесь покупаем игрушки, вещи для детей. Мы здесь постоянные клиенты, как говорят. У меня сын не входит в садик. Из-за этого сюда пришли в елку, чтобы посмотреть, чтобы развиваться детям. Вот здесь сегодня столько детей. Мы рады. Поздравляю еще раз с Новым годом всех. Зал детского магазина «Играйка» был украшен всевозможными атрибутами Нового года. Начинает главный красавица елки, заканчивая гирляндами и разноцветной мишурой. Помимо театрализованного представления, в программу входили танцы, хоровод. К слову, малыши в ярких костюмах рассказывали Деду Морозу стихи. Взамен получали подарки. Словом, праздник прошел на ура. Мне здесь очень нравится. Здесь очень красивая елка. Мне здесь все нравится. Вот уже более 13 лет детский магазин «Играйка» представляет широкий спектр товаров детского ассортимента. За это время они успели завоевать доверие всех производителей отечественной игрушки, а также создали обширную клиентскую базу. Сотрудники детского мира не только поддерживают ассортимент, но и стараются не пропустить ни одного праздника. Мы из года в год проводим праздники. В детском мире «Играйка» 1 июня, день рождения «Играйки», Новый год. Все праздники мы проводим здесь, в нашем большом зале. Море призов и подарков. Радость детям. Шахтерскую столицу посетили крокодилы-фараоны. Зрелищное шоу с участием экзотических для республики животных принесло зрителям много радости. О том, как проходило представление, смотрите в следующем репортаже. Украинская цирковая программа «Крокодилы-фараоны» приехала в шахтерскую столицу из Астаны в рамках международной гастроли. В составе цирковой группы около 50 артистов, более 100 птиц из разных уголков мира. Еноты, носухи и, конечно же, крокодилы. Последний приезд артистов в Казахстан состоялся 7 лет назад. Наша программа межконтинентальная. У нас работают артисты с разных уголков земного шара. Работают артисты с Молдавии, со всех стран Африки. Работают с Казахстана артисты, с Белоруссии, с Украины, с Россией. Юрий Матвиенко – директор программы «Крокодилы-фараоны». Работает в цирке более 10 лет. Начинал он с простого ассистента и дорос до профессионального дрессировщика. Мужчина рассказывает, крокодилов выбрались совершенно случайно. Я приехал, попал в коллектив, который только создавался, в котором были крокодилы. И получилось, что крокодилы. Было бы что-то другое. Дамы и господа, пасти у крокодила 76 дубов. Силы сжатия челюсти 7 атмосфер. Опасный, смертельный трюк. Голова человека – пасти крокодила. Зрителям выступление артистов и животных понравилось. Цирк очень понравился. Такой интересный. Мы давно не были в цирке. Просто сказочно. Денис Назаров пришел на это представление с мамой и сестрой. Маленький зритель рад такому подарку, ведь цирк – прекрасная возможность поднять в себе настроение и весело провести время в ожидании Нового года. Мне вот нравится, вот, хорошо цирка. И мне хотелось, чтобы побольше людей сюда приходило. Побольше. Ну, чтобы цирка была больше. И чтобы каждый день был. И чтобы каждый день сюда приезжали. Карагандинец Рауан Кабидолдин занял первое место на ежегодном поэтическом конкурсе, посвященному известному нашему казахстанскому сценаристу Жумабаю Ташенову. На ежегодном конкурсе было 16 участников. Строгое жюри должно было выбрать только одного. И выбрало. Им оказался наш земляк. Награда на поэтическом конкурсе соответствующая. Стихотворения молодого человека будут собраны и напечатаны в сборнике. Продолжаются игры шестого тура чемпионата Казахстана по футзалу. В его формате наш Тулпар впервые в этом году провел встречу с командой Озинмунэгас. Игра была не из легких. Две игры провели команды Жана Озиня и Караганды. Наши тулпаровцы были озадачены возросшим мастерством игроков Жана Озиня по сравнению с прошлым годом. Обе игры шли тяжело. Наши ребята были несколько прямолинейны. Не оценили работу нового тренера Озинмунэгас. А Александр Петров из Узбекистана настроил своих игроков на победу. Качество игры перешло в новую форму. Были тщательно проработаны стандартные ситуации. Организация обороны и самой игры заиграла новыми гранями. Мы блестящие, конечно, сегодня их вратарь выступили. Сыграл. К сожалению, во многих моментах где-то мы прямолинейно действовали. Но тяжелая победа. Я очень этому рад. Игроки Озинмунэгас удивили тулпаровцев. Но, тем не менее, две игры были выиграны футболистами тулпара. В первый день счет был 4-2 в нашу пользу. Во второй игре счет был критическим 4-3. Но, тем не менее, положительная сальда очков позволяет тулпару держать первенство по мини-футболу в Казахстане. Идем на первом месте, пока хотим сохранить эту турнирную ситуацию. А болельщики всегда держат кулаки сжатыми за свою любимую команду. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. А молодым жителям шахтерской столицы не страшен сильный мороз. Они выходят на турники и почти без одежды выполняют необычные упражнения. С покорителями уличного спорта стрит-воркаут встретился Николай Кровец. Владимиру Ефимову 18 лет. Ему совсем нетрудно выполнять различные упражнения на спортивных площадках и даже зимой. Со стрит-воркаутом он познакомился сравнительно недавно. Самое главное тут – проявление взрывной силы и большой выносливости. То, что никаких залов для этого не надо, никаких особых затрат не надо. Тренируешься где хочешь, когда хочешь, в любое время, дня, ночи, года. Также не надо деньги платить за абонементы всякие. Своя программа абсолютно свободная. Не надо каждый раз приходить в зал в одно и то же время, в одно и то же место. Одни и те же лица, одни и те же сеты, упражнения, подходы. Все разное каждый день. Другой спортсмен Бексултан Тимиргалеев учится на повара в Карагандинском колледже. Когда появляется свободное время, он занимается на турниках с друзьями. Он считает, что зимой лучше всего заниматься этим видом спорта. Хотя без трудностей не бывает. Мороз тебя закаляет, и каждый год тебе становится легче и легче. Ну, трудности, конечно, это были переломы, растяжения, вывихи, падения. И все это тоже можно отнести к трудностям. На улице 20-ти градусный мороз. Но это не мешает молодым спортсменам заниматься на тренажерах без одежды. То, что стритворкаут действительно закаляет спортсменов, подтверждает и Спартак Сайджанов. Молодой парень учится в медицинском колледже. Выполнять крутые упражнения на турниках ему нравится. Я прихожу сюда заниматься по выходным, потому что у меня оттечественного времени мало. А так мы приходим с друзьями здесь заниматься. Мне этот вид спорта очень нравится. Я хочу в дальнейшем добиться много, получить многие места, ну и стать лучше. Мы за здоровый Казахстан! С наступающим Новым Годом! Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаю. Всего доброго. Саубово здорово. Субтитры подогнал «Симон»!